Я сегодня у вас в необычной маске, потому что я в прошлый раз говорил, что в городе Магадане идет объявленный конкурс. И я взял один из экземпляров, это сделал курсант клуба «Подвиг» Данила Васильев. Предоставил мне любезность сегодня показать эту маску. Действительно, идей очень много. У вас, по-моему, тоже какая-то креативная маска. Молодцы. Действительно, это уже у нас стало частью неотъемлемой гардероба, но, может быть, не совсем подходит под официальный костюм. Но, тем не менее, конкурс этот идет, и людям нравится носить многоразовые такие маски. Ничего хорошего пока нет. У нас за вчерашний день в Магаданской области, читай, и в городе Магадане, потому что больные из Ягоднинского района поступили в областную инфекционную больницу. Там они находятся на лечении. И сегодня, выходя сюда, еще два человека добавилось. Они тоже из Ягоднинского района, поэтому меры карантинные, которые там определены губернатором, они правильные. Они, в том числе, и влияют на эпидситуацию и в городе Магадане. То есть, оттуда не выпускают и туда не впускают людей только после того, как пройдут контроль. Поэтому у нас плохие, на самом деле, показатели. У Магаданской области есть такой показатель индекс распространения инфекции. Мы сейчас на 83-м месте в Российской Федерации. Если общероссийский сегодня показатель 0,9, коэффициент распространения, то у нас он 3,3. То есть, почти в 4 раза выше. И за счет этого мы сдвинулись в такую очень неблагоприятную зону. Второй показатель, который есть, это коечный фонд, резервный коечный фонд. Он у нас сегодня составляет 152,9% на фоне того, что общероссийский 72,3%. То есть, сегодня запас коек, подготовленных для приема больных в городе Магадане, в области он достаточный. И хороший у нас показатель по охвату на тестирование. Он делается на 100 тысяч населения. Он у нас 386,7% на уровне того, что в России 148,7%. То есть, эти два показателя, они нормальные. Если бы вот этот индекс распространения инфекции был пониже, мы могли бы рассчитывать на то, что 25 числа планируется новое постановление губернатора. Могли бы рассчитывать на очень серьезные послабления. Но вот этот показатель, он, к сожалению, все ломает. Тем не менее, в городе Магадане некоторые послабления есть. Вы знаете, что мы открыли общественные пространства, отмыли их и предоставили их для возможности гулять магаданцам в том режиме, какой определен. Это соблюдением дистанцирования социального. Семья может гулять с семьей. Ну, придерживаться удаленности друг от друга. Не скажу, что все этого правила придерживаются. Я вчера объезжал, смотрел, как моют общественные пространства, и заодно посмотрел, как гуляют. В парке «Маяк» это точно не соблюдается. Там народу очень много. В парке людей много. Погода вчера и сегодня этому сопутствует. Поэтому нам остается только одно. Продолжать работать с населением, с родителями, с тем, чтобы они эти меры предосторожности соблюдали. Моем автобусные остановки, обеззараживаем автобусные остановки. Я думаю, что завтра уже пойдем по второму разу. Как раз этот цикл отрабатывается. По детским садам еще обязательно после каждой прогулки будут нянечки. В каждой группе есть нянечка. Она теперь не только групповое помещение будет обеззараживать, но и проходить по детской площадке. Специальным раствором обрабатывать детскую площадку, чтобы не было переноса опасной инфекции. Продолжаем работать с населением по соблюдению масочного режима в торговых центрах. Там уже более-менее все отлажено. Но сегодня утром я получил такое критическое замечание от губернатора. Оно справедливое, что все-таки пассажиры в автобусах едут без масок. И водители не предпринимают достаточных мер для того, чтобы люди соблюдали этот режим. На самом деле, сегодня уже в городе находится столько масок. И с учетом того, что в магазин не впускают, но вышел из магазина, можно снять эту маску, дойти до автобуса, ее опять одеть и сесть в автобус в маске, для того, чтобы не подвергать опасности жизни. Это не значит, что в каждую маршрутку вы должны садиться с новой маской. Такого нет. Вы знаете, что мы в день там 4 маски, максимум 5 должны менять. Будет дано жесткое указание, значит, не пускать в автобус пассажиров, которые не имеют маски. Вчера у меня была прямая линия, были обращения по 72 детскому саду, но у нас далеко, находится микро-районе. Солнечный, действительно, оттуда далеко возить детей в дежурные группы в центральную часть города Магадана. С завтрашнего дня, максимум с четверга, 72 детский сад будет открыт. Медицинский работник, для того, чтобы обеспечить утренний фильтр и сопровождение детей в этот непростой период, на работу найден. Мы пока приступили только к ремонту дорог. Уже начали, видите, работы на улице Парковой по демонтажу бордюрного камня. Эта дорога у нас попала в рамки национального проекта БКД 2.0. Сегодня приступает на Колымском шоссе. Начали работать в трех дворовых территориях, которые у нас отторгованы. Но самая главная проблема, которая сегодня в городе есть, это грязь. Грязь, потому что у нас субботники, которые прошли в пятницу, так, на полулегальном положении, это лишь только маленькая часть того, что должно быть в городе. И без активного участия жителей города Магадана мы будем силами коммунальщиков порядок наводить в городе очень и очень долго. Ну и ждем дождя, нам дождь нужен, потому что это прежде всего пожароопасная ситуация. Да, это вся пыль должна уйти, потому что город Магадан состоит не только из тротуаров и улиц. Он состоит из дворов, территорий, лесопарковых зон и так далее. И всю эту зимнюю пыль нам поможет сбить только дождь обильный, который должен пройти по городу Магадан. Ну и, кстати говоря, в дождливую погоду улицы моются гораздо более эффективнее, чем это делается в такую сухую погоду, как сейчас. Значит, в этой связи мы уже досрочно начали принимать на работу в комбинат зеленого хозяйства сезонных рабочих. У нас в зимнее время их работает 51-60, в летнее время 70-90. Поэтому сейчас подбираем людей и увеличиваем объем рабочих ручного труда, как мы их называем, для того, чтобы город привести в порядок. На этой неделе мы уже затопили наш асфальтобетонный завод. Все планы благоустроительных работ для предприятий ГЛУД, они сформированы. Ну, начнем мы с такого очень социально значимого объекта. Многим, к несчастью, приходилось бывать на кладбище на 14-м километре, вы видели заезд. И мы начинаем работу с того, чтобы заасфальтировать от дороги регионального значения Магадан-Солнечный Ола, заасфальтировать этот участок с тем, чтобы создать нормальные, так сказать, логистические условия для посещения мест захоронения. Далее мы переходим на памятник Алсибу, мы его открывали спешно, к 9 мая, конечно, благоустроительную работу не сделали. Есть проект, и ГЛУД туда перейдет для того, чтобы обустроить это общественное пространство, чтобы оно отвечало всем требованиям. Всего в городе Магадане мы будем делать в этом году порядка 15 тысяч ямочного ремонта. Это очень высокие достаточно показатели, около 10 тысяч квадратных метров отремонтируем ям во дворах города Магадана. Достаточно много, порядка 5 тысяч тротуаров должны будем сделать, заменить разбитые лестницы, пандусы и так далее. За всем этим мы с вами будем в течение всего периода летних благоустроительных работ вести контроль. Пожары в основном поджигают траву, поджигают в огородах и где-то на пикниках. Это на самом деле опасно. У нас в этих пожогах в прошлые годы горели и люди, и горели строения. В прошлом году на улице Железнодорожной у нас сгорело 12 домов, и следом на брусничной 3. В результате того, что в огородах выжигали траву в ветреную погоду. Мы сейчас сделаем все обходы, смотрим с тем, чтобы не допустить распространения огня и не потерять людей и жилища, в которых они проживают. 23 мая мы открываем ярмарки выходного дня на Магаданской площади. Мы их не проводили в силу эпидемических мероприятий на Фрэше в закрытом пространстве. Это не совсем удачно. Мы сделали такую очень хорошую расстановку. По сути дела, там будет около 80 торговых мест, и все они займут площадь с тем, чтобы ларьки эти стояли достаточно далеко друг от друга, и социальное дистанцирование было соблюдено. К сожалению, у нас законодательство повернулось опять в другую сторону. И если мы уже наработали практику привлечения к административной ответственности граждан, которые не соблюдали правила выгула собак, как то ошейник, намордник, мешочек и так далее для уборки экстрементов, то сейчас есть некий такой законодательный провал, и мы опять будем толкаться над тем, чтобы внести изменения и усилить меры ответственности. Мы обозначили минимальный размер торгового зала 100 метров, и думаю, что под эти ограничительные меры попадут практически все наливайки, которые находятся в городе Магадане. Второй документ, который мы должны в мэрии в связи с этим сделать и вынести его на общественное обсуждение, это порядок определения удаленности данных торговых точек до ближайших кварталах и объектов социальной сферы. Я думаю, что в течение месяца мы это сделаем, это как раз будет примерно синхронно с принятием закона Магаданской области, и мы выйдем на решение этой резонансной социальной проблемы, как то продажа алкогольных напитков круглосуточно в так называемых предприятиях общественного питания. У нас с вами есть предохранитель, это водохранилище. Мы с водохранилища, кстати говоря, кто-то выезжал со мной на водохранилище, показывали, что мы сделали спокойно в течение февраля, марта, апреля спуск воды с водохранилища. Сейчас там находится около 6 миллионов тонн. Дали нам прогноз гидромет, что порядка 12 миллионов в период паводка придет. Сейчас водохранилище постепенно наполняется. Ну а как это выглядит, вы можете подойти всегда к речке Магаданки и посмотреть, что из берегов она не выходит, и совсем там практически воды нет. Поэтому это свидетельствует о том, что на водохранилище все в порядке. Действительно, Магадан, в отличие от других территорий, конечно, водохранилище спасает. Это тот самый регулятор, который позволяет, во всяком случае, когда дают хотя бы на 70% правильный прогноз гидрометеослужбы, чтобы регулировать уровень воды в водохранилище и своевременно ее сбрасывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!